МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тогда мы подумали и задали еще один вопрос. Тогда скажите нам, куда не надо бить? Тоже никакого ответа? Реакция россиян на голландский доклад по малазийскому Боингу. Сбили кто угодно, только не мы. Я очень не люблю американцев, поэтому это выгодно им и их халуем украинцами, если честно. У Шанбе взорвалась нефтебаза «Газпромнефть» и есть погибшие и раненые. Свою причастность таджикской нефтебазе «Газпромнефть» отрицает. В Екатеринбурге мать-одиночку судят за лайки в соцсетях. В статьях об Украине, которые ей понравились, нашли экстремизм. Само их копирование, размещение ссылок на эти материалы уже является преступлением. Взрыв на нефтебазе «Газпромнефть» в Душанбе. Четверо сотрудников предприятия погибли, несколько ранены и госпитализированы. Сильнейший взрыв произошел в минувший понедельник в 6 часов вечера. Как сообщает МВД Таджикистана, причиной стало несоблюдение техники безопасности при проведении сварочных работ. На территорию не допускают журналистов. Никаких комментариев по случившемуся официальные лица не дают. «Газпромнефть» Таджикистана свою причастность к нефтебазе отрицает. Кыргызский парламент отменил закупку дорогостоящих кресел. Напомним, после прошедших недавно выборов в Жигурку-Кенеш, на сайте госзакупок появилась заявка на приобретение кресел для новоизбранных депутатов. Сумма, которую планировали потратить из госбюджета, составляла 2 миллиона 600 тысяч сомов. Это около 40 тысяч долларов. Почему депутаты изменили свое решение? В репортаже Аделета Бектурсунова. «Кожа, дерево и обязательно в черном цвете. Классика на все времена». Владелец мебельного салона Мирбек Букабаев любезно объясняет, чем же отличается бюджетный класс от представительского. Главный элемент люксовости – дерево. Чем редкостнее и экзотичная порода, тем материал становится дороже. Цены на некоторые экземпляры далеко переваливают за 300 долларов. О том, сколько должно стоить депутатское кресло, вопрос стоит в неловкое положение даже специалистов мебельного салона. «Я на этот вопрос отвечаю не как бизнесмен, не как торговец. Я отвечаю на этот вопрос как гражданин Крескирсуги». «Что это дороже?» «Что это дороже?» 300 долларов за депутатское кресло посчитали дорогой роскошью пользователи социальных сетей. Новость о планируемой закупке 120 кресел в соцсети буквально взорвало от сотен возмущений. «Я доволен своим креслом. А вы депутаты, почему нет?» «Я тоже довольна своим креслом. Многие из депутатов и так пропускают заседания. Зачем им новые?» «Поддерживая флешмоб, может, хоть так достучимся до управдела Медюгор Кукинеша». К акции с хэштегом «120 кресел» присоединилась даже министр образования и науки Кыргызстана Эльвира Сариева. Судя по опубликованной фотографии, на ее странице она пользуется на работе обычным стулом. Активист движения за отмену льгот и привилегий депутатов Тимирлан Ибраимов подсчитывает, что можно купить на стоимость одного кресла для депутата. Почти 70 килограммов говядины или 6 центнеров муки. «Буквально на днях закончилась избирательная кампания, прошли выборы. Политические партии очень много обещали. В том числе практически все партии клятвенно уверяли, что они будут отказываться от льгот и привилегий неоправданных. И тут же мы сталкиваемся с ситуацией, когда вдруг предполагается закупить вот эти кресла. Естественно, это вызвало такую эмоциональную реакцию со стороны гражданского общества». О том, что люксовые кресла пока роскошь неуместная, наглядно продемонстрировали активисты другой организации. На днях они выступили перед прессой, сидя прямо на полу. «И почему мы на этой щелках? Это наша демонстративная акция». Основатель движения против рака Гульмир Абдразакова приводит свои расчеты. Одно кресло стоит содержание одного пациента на целый месяц. «Это операция, это все инъекции, это питание, это все». Гульмир Абдразакова признается, онкологических больных в Кыргызстане убивает банальная экономия. У государства нет денег на закупку нового оборудования, а те, что были, почти все вышли из строя. Холод чиновничьего равнодушия показал Гульмире, что значит выжить в одиночку. И ответить на вопрос, сколько стоит человеческая жизнь. «Это самый важный аппарат. Вот знаете, если бы не этот аппарат, я бы сейчас с вами не стояла. В 2006 году он работал. Я вот на этом аппарате лечилась, лежала, и сейчас со мной все хорошо. А те женщины, которые не могут себе этого позволить, мне страшно сказать, что с ними происходит. Понимаете, потому что это вот заживо человек просто вот, ну, не хочу». Депутат действующего созыва, прошедший в следующую парламентскую пятилетку, Дастан Бекешев, солидарен с возмущенными, но считает, обновление рабочей мебели нужно проводить поэтапно, чтобы не сильно било по бюджету. «Конечно, надо создавать условия для нормальной работы. Но вопрос в другом, то, что эти кресла, они в принципе нормальные, в рабочем состоянии. Может, там процентов 15-25 процентов, может, изношены уже. Их можно поменять, не все 120, да, у нас, а то привыкли с разным скопом все менять. А в целом это не относится, вы понимаете, рабочее место, это не относится ни в коей мере к привилегиям. Ну, что теперь, там на полу сидеть, что ли?» Пересаживаться на стул депутат не готов, статус не позволяет. Так что кожаные кресла все еще будут в спросе. И на этот случай Мирбеку Букабаеву есть что предложить. «От кресла качество работы не зависит, это зависит от человека, который работает. Если человек работает, он может и на таборетке работать. В моем мире». Адилет Бектурсунов, Азат Натымаков. Настоящее время Бешкек, Кыргызстан. Туркмения готовится к празднованию Дня Независимости. Его будут отмечать 27 и 28 октября. За несколько недель до начала торжеств на их репетицию в Ашхабаде в принудительном порядке стали сгонять тысячи людей. Школьников, студентов, госслужащих и пенсионеров. Как утверждают очевидцы, изнурительные репетиции парада продолжаются в течение многих часов, с раннего утра и до позднего вечера. Люди вынуждены находиться там под угрозой отчисления из вузов, увольнения с работы и невыплаты пенсий. Сам же президент Туркменистана решил снискать славу выдающегося спортсмена. По гостелевидению в последнее время бесконечно транслируются кадры с играющим самые разные спортивные игры Гурбангулы Берды Мухамедовым. Президент представлен в этих программах как выдающийся баскетболист, волейболист, футболист, теннисист и велогонщик. А в качестве болельщиков на этих соревнованиях выступают высокопоставленные правительственные чиновники республики. Они же и являются и партнерами, и противниками Берды Мухамедова в состязаниях. Далее в программе. Несколько тысяч иранских солдат и ливанская Хизбулла готовятся к штурму сирийского Алеппо, сообщает Рейтер. Российская авиация бомбит город накануне наступления. Мы подумали и задали еще один вопрос. Тогда скажите нам, куда не надо бить? Тоже никакого ответа? Реакция россиян на голландский доклад по малазийскому Боингу. Сбили кто угодно, только не мы. Я очень не люблю американцев, поэтому это выгодно им и их халуем украинцами, если честно. В Екатеринбурге мать-одиночку судят за лайки в соцсетях. В статьях об Украине, которые ей понравились, нашли экстремизм. Само их копирование, размещение ссылок на эти материалы уже являются преступлением. Соответственно, за совершение данного преступления женщина и привлечена к уголовной ответственности. В Сирию прибыли тысячи иранских бойцов, которые совместно с правительственной армией в ближайшее время начнут наступление на захваченный повстанцами северный город Алеппо, бывший до начала гражданской войны самым населенным в регионе, сообщает агентство Рейтер. В провинции Алеппо в настоящее время сложилась сложная ситуация. Часть районов на западе провинции контролирует сирийское правительство. Часть — группировки оппозиции, сражающиеся с Ассадом. О скором начале крупномасштабных боев Рейтер сообщили два источника в сирийском руководстве. Мобилизуются большие силы сирийской армии, элитных бойцов из Булла, а также тысячи иранцев, которые прибыли на рубежи за последние дни, сообщил один из них. По некоторым данным, иранцами командует скандально известный командир стражи Исламской революции генерал Хасем Сулеймани. Ранее СМИ утверждали, что именно Сулеймани убедил Россию начать бомбардировки, после которых армия Ассада перешла в наступление. Между тем, зарубежное агентство распространяет видеокадры, на которых российская авиация активно бомбит пригороды Алеппо. По мнению Рейтер, ВВС России обеспечивает поддержку будущему наступлению своих союзников. Вы видите кадры воздушной атаки российских самолетов на Алеппо. На них видно, что вопреки заявлениям российского командования, удары наносятся без разбора. И, как вы видите, среди раненых и убитых есть много гражданских лиц. Также многие оказались под завалами разрушенной бомбардировкой зданий. Именно такой подход к бомбежкам в Сирии подвергается жесткой критике со стороны европейских государств США и Турции. Но российский президент Владимир Путин отвергает все эти обвинения и перекладывает вину на западные правительства. Дайте нам те цели, которые вы считаете стопроцентно террористическими. Нет, мы к этому не готовы, был ответ. Но тогда мы подумали и задали еще один вопрос. Тогда скажите нам, куда не надо бить. Тоже никакого ответа? А что делать-то? То, что происходит в Сирии, широко обсуждается и в соседней Турции. Наш корреспондент Шахида Якуб, который находится сейчас на границе Сирии и Турции, с обзором турецкой прессы. Война в Сирии и российская интервенция отошли на второй план турецких газет, после того, как в минувшие субботы в Анкаре произошло два взрыва. Турция в шоке, нации пытаются понять, что произошло. Самое главное, кто в этом виноват. Это отражается во всех турецких газетах. Газета «Сабах» цитирует президента Эрдогана, который говорит, что цель этой атаки – это атака на всю страну. Напомню, что турецкие власти предполагают, что взрывы были совершены взрывниками-самоубийцами и возлагают ответственность на две организации, которые, по их предположению, ассоциируются с ИГИЛом. Газета «Заман» – это прооппозиционная газета, подвергает вопросу, сомнению заявление премьер-министра Ахмеда Даутоглу, который сказал, что у них, у правительства Турции, есть списки потенциальных взрывников. Однако ничего они делать с ним не могут, потому что надо проводить расследование, и эти люди пока еще не совершили никаких преступлений. Газета «Заман» задает вопрос об этом и называет это отражением слабости турецкого правительства. Газета «Милет» – это тоже прооппозиционная газета, она пишет так – «Справедливость АКП», то есть «Справедливость партии Справедливости и Спасения», в принципе, возлагает ответственность на правительство за то, что произошло. То же самое приблизительно пишет газета «Ени Шафак» и газета «Постон». Газета «Постон» еще интересна тем, что на первой своей полосе они цитируют журналисты из Финляндии, которые на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии задали Дагану такой вопрос. «Говорят, что вы диктатор, что вы на это ответите?» На что Даган практически ничего не смог ответить. Итог газеты «Ени Шафак» лидирует с Путиным, он тоже появился здесь на газетах, который сказал, что Россия – друг Турции и надежный партнер. Об этом он сказал во время проходившего в Москве форума, где приняли участие турецкие бизнесмены. Он подчеркнул, что за последний год турецкие фирмы сделали в России оборот на 12 миллиардов долларов. Вслед за докладом Совета безопасности Нидерландов, по сбитому на Донбассе год назад малазийскому «Боингу», свое заявление сделали исследователи из Международной комиссии. Они заявили, что им известны конкретные исполнители этого преступления. Но пока у них нет достаточных оснований для международного ордера на арест. У нас уже есть конкретные подозреваемые, по которым мы сейчас заканчиваем собирать информацию и улики. Основные фрагменты имеются, но предстоит еще много работы, чтобы составить полную картину произошедшего. Это вопрос ни недели или двух, пока мы находимся в положении, где никакие аресты не могут быть произведены. Мы еще не продвинулись так далеко в нашем расследовании. Реакция из Москвы и на доклад, и на заявление следователей опять была противоречивой. И опять были выдвинуты несколько взаимоисключающих версий. Представители Росавиации заявили, что «Боинг» не был сбит при помощи комплекса «Бук». На обшивке «Боинга-3-7» нет ни одной пробоины, указывающей на то, что самолет был сбит именно из РК «Бук-М1». Российская сторона проанализировала результаты проведенных испытаний ракет этого комплекса, а также провела ряд исследований и экспериментов, из которых сделан однозначный вывод, что эти якобы обнаруженные поражающие элементы, вероятно, представлены для того, чтобы обеспечить ход расследования в нужном направлении. Напомним, что сразу же после публикации доклада представители российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» однозначно заявили, что «Боинг» был сбит именно «Буком», но не той модификацией, которая может находиться на вооружении России. Результаты эксперимента полностью опровергли выводы голландской комиссии о типе ракеты и месте запуска. По данным собственных исследований «Алмаз-Антей», которые концерн представил в Москве, зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» стрелял из района села Зарощенское, которая 17 июня 2014 года, по данным «Алмаз-Антей», находилась под контролем украинских военных. Но голландским экспертам «Алмаз-Антей» представил другие сведения. Из опубликованного доклада Совета по безопасности Нидерландов следует, что версии голландской, украинской и российской стороны по поводу того, откуда была выпущена ракета, фактически совпадают. Кроме того, в своем эксперименте по расстреливанию кабины «Боинга» ракетой «Бук» на полигоне, «Алмаз-Антей» использовал совершенно другой тип самолета — Ил-86. Своё отношение к докладу Совета безопасности Нидерландов озвучил и российский МИД. У нас остается серьезное сомнение в том, что подлинной целью проводимого в Нидерландах расследования является установление истинных причин авиакатастрофы, а не обоснование заранее выдвинутых обвинений. А вот что по поводу доклада голландских экспертов думают жители Москвы. Скажите, а вы не слышали, что вчера в Голландии опубликовали доклад по «Боингу»? Нет, не слышал. Нет. Честно говоря, нет. Нет. Меньше знаешь, когда сейчас пишешь, если честно. Меня не интересует, что голландцы там какие-то сказки пишут. Просто читал, что у нас был эксперимент проведен, который опровергает выводы вот этих самых голландских экспертов. Вот это я знаю. А у вас есть свое собственное мнение? Как вы думаете, кто мог сбить этот самолет? Ну, нам это не нужно, как вы понимаете. А кому нужно? Кому выгодно? Я очень не люблю американцев, поэтому это выгодно им и их халуем украинцами, если честно. Это была подставка украинского правительства. Избили они. Ну, зачем нам России хлопать по этому бою? Ну, не в интересах России, скажем так. Не в интересах России было сбивать этот самолет. Для того, чтобы обострять вот эти вот все международные отношения. А у Украины это было выгодно, чтобы на Гитаре? Я считаю это так. Да, Украине выгодно. Конечно. Выгодно тому, кому выгодно. Украине. У вас есть какое-то свое мнение относительно того, кто это мог сделать? Я не полномочен, говорит, сомнение. Согласен с докладом комиссии? Вы знаете, очень много спорных там моментов, безусловно. И где-то странные некоторые вещи, которые проводились там. И уж очень, как бы, будем говорить так, совсем все однозначно, то, что с нашей стороны производили. Ну, говорят, Украина сама. А вы как сами считаете, поддерживаете это мнение? Ну, конечно. У нас все не могли. Почему? Это потому, что они заинтересованы. Я думаю, что это следствие какой-то ошибки. Не знаю, это не моя компетенция. Слушайте, давайте лучше не к нам эти вопросы, правда. Америка. Америка, думаете? А как вы вообще к Америке относитесь? Скорее отрицательно. А почему? Есть какие-то у вас? Ну, потому что это единственный мировой порядок, попытки усынать мировое господство. Мне кажется, если бы хотели разобраться, уже давно бы разобрались по этому вопросу. Слишком долго тянется этот процесс в этом плане, поэтому, мне кажется, это весь просто какие-то фиктивные данные. Понятно, что нашей вины абсолютно здесь нет. Никакой. Никакой. В Екатеринбурге начинается беспрецедентный судебный процесс. На скамье подсудимых мать-одиночка, которую обвиняют в пособничестве террористам. Она размещала в соцсети материалы, связанные с украинским кризисом. ФСБ посчитало их экстремистскими. Екатерина Пономарева встретилась с обвиняемой и узнала, сколько теперь стоит свобода интернет-слова в России. Здравствуйте. Так радушно нас встречает названная пособница террористов и экстремистов. Узкий коридор панельной трешки в спальном районе Екатеринбурга. Знакомьтесь, Екатерина Волокженинова, 46 лет. Продавец в магазине, мать-одиночка, 12-летней школьницы. Ее обвиняют в разжигании межнациональной розни за слишком неофициальный взгляд на украинский вопрос на странице в соцсети. Украинцы были, есть и будут свободными. То есть вот запрос при свободной Украине вас в том числе и привлекают? Да. Тему украинского кризиса женщина заинтересовалась прошлым летом. Искала альтернативу официальной телеверсии событий в интернете. Читала, репостила, но за ее онлайн-жизнью следили не только 52 друга, но и интернет-эксперты спецслужб. Под предлогом ремонта какого-то кабеля в дом к ней ворвались с обыском. Изъяли компьютер, планшет, телефон, даже диски с детскими утренниками. А недавно прислали бумагу, где объяснили, в чем женщина провинилась перед страной. Вот в разжигании ненависти к социальным группам. Эти обвинения Екатерина не может понять до сих пор. У нее, говорит, из криминального дома только бардак в детской, да немытая посуда. Она до последнего надеялась, что абсурдные обвинения в ее адрес снимут. Но накануне суда ей еще и заблокировали все счета и карты. Чтобы я не посылала денежную помощь всяким экстремистским или террористическим организациям. Хотя этой карты, говорит, она финансировала только дочь, пенсионерку маму и двух котов. Но разве докажешь? Теперь ее фамилия в списке пособников террористов. Он висит на главной странице сайта финнадзора. Есть здесь и мертвые души. Басаев с Радуловым, например. За что Екатерине такая честь, ее адвокат не понял и подал встречный иск. Напчихали нашу законодательную презумпцию невиновности. Приговор суда не то, что не вступил в законную силу, его еще нет. То есть она, собственно, была внесена в этот перечень, видимо, еще на предварительном следствии. То есть вот такая практика нас совершенно не устраивает. Мы считаем это внепроцессуальным давлением на суд. Роман вообще уверен, что дело сфабриковано. Органы тем временем не спешат публично отвечать за свои слова и действия. Предварительные слушания по делу Волокжениновы прошли за закрытой дверью. Комментировать обвинения решилась лишь прокуратура. Если коротко, авторы некоторых материалов, которые лайкала и репостила Екатерина, признаны экстремисты. Из-за интернет-солидарности с их мнением, запрещенным в России, можно сесть на четыре года. Само их копирование, размещение ссылок на эти материалы уже является преступлением. Соответственно, за совершение данного преступления женщина и привлечена к уголовной ответственности. На предварительном слушании защита просила отправить дело назад, в прокуратуру, из-за несостоятельности обвинений. Но суд отказал. Так что дело рассматривают дальше. Екатерина тем временем предостерегает всех. Политика и соцсети в современной России несовместимы. Кто же знает весь список материалов, запрещенных к репостам? У себя на страничке она оставила только котиков. К ним пока претензий ни у кого не возникало. Екатерина Пономарева для настоящего времени. В Бишкеке появились разрисованные дома. Два местных художника решили украсить город стрит-артом. Зачем они рисуют на стенах и как реагируют жители столицы на подобный энтузиазм? В репортаже Жебек Бегалиевой. Просто белый кит и никакой политики. Осторожничать с композициями художники начали совсем недавно. Не все, что рисовали Сергей и Дима, горожане понимали. А тут еще такое соседство. Президентские окна выходят прямо на это здание. Охранники спрашивали, чем мы занимаемся. Как бы сейчас разрешение, поэтому проблем никаких не было. Нелегально они не рисуют. Уточняют, это не граффити, а стрит-арт. Никаких экспериментов со шрифтами, никнеймы, лишь скромная подпись. Когда первые работы делали, тогда вообще, прям, не знаю, постоянно толпы, и всем интересно, и все спрашивают. Впрочем, без казусов все же не обошлось. Общественные активисты как-то закрасили одну из работ дуэта. Одни увидели в каменных изваяниях оскорбительное сходство со знаменитым крыгызским сказителем. У других фантазия оказалась богаче. Активисты увидели в нем монашчи и говорят, что это оскорбительно, потому что он там наклоненный, якобы это ассоциация с тем, что он пьяный. И, ну, я не знаю, как я читал, они увидели там женскую грудь, часть, какие-то половые органы. На эту работу Сергея и Дима прохожие пока смотрят с восхищением. Надеть штаны на кита еще не просили. Закрашивать его, надеется, ребята, никто не будет. Так что кит голый. Ну, я надеюсь на адекватность активистов, и что не найдут в этом ничего пошлого. Не увидят здесь сосков или что-то оскорбительное. За год, кстати, художники разрисовали почти полбишкека. Ремейки знаменитых картин или классика с попом у горожан любимая. Вот дочь советской Киргизии с айпадом. Или вот, сельский мальчишка стреляет рогаткой по Angry Birds. Никакой политики, повторяет Сергей. Мы просто несем радость. Дюбер Бегали, Вазат Интымаков. Настоящее время. Бешкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин